Всем привет! В прошлый раз я пробежал в воскресенье красочный завед, и с тех пор никак себя не мог заставить записать новые занятия. Давайте я вас развлеку просмотром картинки себя после красочного заведа. Вот какой замечательный встает. Сегодня я хочу рассказать вам по теме 107.2, планировщик. Планировщик у нас вещь такая, казалось бы, банальная, но просто есть какое-то расписание, и по нему выполняются какие-то задачи. Но это серьезный инструмент системного администрирования. Даже в Windows у нас очень много задач опираются именно на планировщик. Причем в последних версиях Windows мы, хоть сами и не замечаем, редко забираемся в планировщик, но если мы ставим какое-то программное обеспечение, например, антивирус, то он сам прописывает какие-то задачи в планировщике. Например, обновление по какому-то расписанию, полная проверка компьютера по какому-то расписанию. То же самое, в принципе, происходит и в Linux. Только в Linux планировщик немножко, так скажем, сложнее. Но я сейчас давайте покажу вам слайды, и вы сможете, наверное, с ним разобраться. L-Pick немножечко усложнил 107.2 за последние несколько лет, потому что там с планировщиком происходили разные изменения. Поэтому мы разобьем занятие на несколько частей. Сегодня мы разбираемся с простыми вещами. Это сам файл конфигурации планировщика etc.chron.tab, и синтексис, который используется при его наполнении, и специальные папки, которые содержатся без скрипты и автоматизации. Для того, чтобы разобраться с форматом файла конфигурации планировщика, нам нужно понять, в каком виде задается нам задача. Наверху я вам сделал строчку, в которой я для красоты поставил двоекочие, в реальном файле конфигурации двоекочий нет. Мы указываем момент выполнения какой-либо задачи в формате минута, час, число месяца, месяц какой в году и какой день недели. После чего указываем пользователь, от имени которого выполняется задача, и сама задача. Когда мы устанавливаем время выполнения задачи, нам не нужно задавать все параметры. Те параметры, которые мы задаем, мы отмечаем звездочкой. Например, первая строчка, вы видите, в 5 минут 15-го часа, и дальше у нас все звездочки. То есть каждый день в 15-05, и далее какая-то задача выполняется. Следующая строчка, в 15-05 остались точно так же, и мы видим, что это 17-й день второго месяца, то есть 17-е февраля. Каждое 17-е февраля в 15-05. Третья строчка, в 15-05 оставилось без изменений, и мы видим то, что у нас появился шестой день недель. У нас в Америке дни начинаются с воскресенья, недель начинается с воскресенья, с андой, поэтому у нас, по идее, воскресенье и нулевой день, и седьмой. Поэтому у нас, считайте, нулевой день воскресенья, первый понедельник, и нам, в принципе, понятно, если первый день понедельник, мы с вами не заморачиваемся. И мы видим то, что значит у нас каждую субботу, то есть каждый шестой день в 15-05 что-то выполняется. Четвертая строчка намного сложнее. Тут у нас осталось и 15-05. Мы видим то, что здесь есть 1 января первого месяца, то есть мы видим первый день первого месяца, то есть если бы было просто 0-5-15-1-1 звездочка, это было бы каждое 1 января в 15-05. У нас последняя цифра, день недели, тоже единичка. И, само собой, у нас 1 января не всегда попадает на первый день недели, на понедельник. Соответственно, задача будет выполняться только в том случае, когда у нас 1 января попадет на первый день недели, на понедельник, и тогда задача выполнится в 15-05. Есть другие форматы выполнения такой, ну, задания вот этого вот, запланирования заданий. Например, через запятую указаны какие-то цифры. Например, мы видим 0-5-5-40, это значит в пятую минуту и в сороковую минуту каждого часа. То есть 0-0-0-5, 0-0-40, час 0-5-час 42-05-2-40 и так далее. Можем указать через дробь. Если мы указываем звездочку дробь, мы видим то, что это выполняется каждое, то есть звездочка дробь 15, это каждые 15 минут каждого часа. 0-0-15, 0-0-30, 0-0-45 и так далее. И есть еще у нас формат, когда мы можем указать диапазон. Например, последняя строчка, мы видим единичка-5. То есть у нас задачи будут выполняться в 15-05 в дни недели с 1-го по 5-й, то есть с понедельника по пятницу. По будням в 15-05 читается последняя наша строчка. Давайте пойдем в Ubuntu, там поглядим, когда все выглядит. И я вам там сразу не сказал, что часы у нас, хоть в Америке используют АМПМ, но они пошли по-человечески, используют, как они называют, военное время. То есть наш нормальный формат часов 24 часа в сутках. То есть 6 вечера, там будет 18-00. То есть там месяца мы указываем в формате с 1-го месяца по 12-й, дни с 1-го по 31-й, час с 0-го по 23-й, минуту с 0-й по 59-й. Ну и дни недели, соответственно, с 0-го по 7-й, где 0-й и 7-й это воскресенье. Итак, значит, сам планировщик у нас называется в Linux-е крон. И файл его конфигурации у нас лежит в superuser.doom.v-etc-chron-tab. Крон-таб это файл конфигурации. Если я его сейчас открою кроном, в смысле, обычным v, давайте. Вот мы видим то, что у нас, вот то, о чем я вам говорил. Если у вас откроется обычным белым текстом, я вам рекомендую поставить v-modernize, v-improve, улучшенный v, v-m, который пишется. Тогда у вас будет вот такое вот разделение по цвету. Значит, здесь все то, что мы с вами уже видели. Вот мы видим расписание наше, вот наверху написано формат, минута. Тяжело мне выделять каждую букву. В общем, минута, час, день месяца, месяц года, день недели, пользователь, команда. Итак, мы видим то, что у нас каждый час в 17 минут каждого дня что-то выполняется. И мы видим то, что у нас будет выполняться, в частности, мы сейчас немножечко вперед забегаем, но будет выполняться содержимое папки etc.c-chron.au. То есть есть такая папка у нас в папке etc под папку cron.au, то есть ежечасный cron.au. И то, что в ней есть, будет выполняться каждый час в 17 минут. То есть номер 17, час 17, 3, 17 и так далее. Следующая строчка. У нас, опять же, мы сейчас не забегаем вот в этот синтаксис, но мы видим то, что в конце у нас есть cron.daily. cron.daily говорит о том, что у нас там в этой папке содержатся те скрипты, которые должны выполняться ежедневно. Мы видим то, что эти скрипты будут выполняться каждый день в 6.25 утра. Также у нас есть папка cron.au weekly, еженедельная. И мы видим то, что у нас в 6 утра 47 минут каждого седьмого дня недели, то есть воскресенье, у нас будет выполняться содержимое этой папки. И есть у нас еще monthly. Monthly говорит о том, что у нас первое число каждого месяца в 6 утра 52 минуты почти в 7 утра будут выполняться, опять же, те задачи, которые у нас находятся в папке cron.monthly. Мы можем здесь запросто взять и написать что-то свое, я не помню, я суперпользователь открыл или нет. Будем надеяться, что суперпользователь открыл. И можем написать что угодно, например, в 5 минут в 00.005, звездочка, звездочка, звездочка. То есть каждый день в 00.005 от имени root, например, выполнять команду ребута. И тогда у нас сервер будет с вами перезагружаться каждый день ночью в 00.005. Нам это не нужно, но вообще вот в таком формате это записывается, например. Выхожу без сохранения изменений. Это мы с вами посмотрели, еще раз скажу, файл etc.chron.tab. Вот вы видите, в нем находится конфигурация нашего планировщика. Есть еще интересная такая штука, как Anacron. Давайте, наверное, в следующий раз. Войдем с вами в папочку теперь. В etc есть папочка cron.d, cron.demon. cron.director, то есть содержимое папки. Прошу прощения, директори. И мы можем посмотреть содержимое папки. И видим то, что здесь есть у нас такой файлик Anacron. Мы можем попробовать в него зайти глянуть. Давайте попробуем sudo и Anacron. И видим то, что здесь, в принципе, точно такой же формат. Что-то тут выполняется. И точно такой же синтексис. Выхожу я отсюда. Значит, в эту папку cron.d у нас добавляются скрипты для всех устанавливаемых программ, если у них есть какие-то запланированные действия. То есть если мы возьмем, установим антивирус на Linux, то антивирус в этой папке etc.chron.d создаст свой файлик. И этот файлик будет содержать некое расписание, которое будет выполняться точно так же. Обновление, проверка и так далее. То есть помимо того, что у нас есть с вами общий файл конфигурации etc.chron.tab, у нас еще есть папка cron.director в папке etc. И в этой папке также находятся у нас скрипты, которые имеют такой же синтексис, как etc.chron.tab, и тоже выполняются по определенному расписанию. На самом деле в папке etc, если мы выйдем на уровень выше, и посмотрим содержимое этой папки, целиком ls-l, по пайплайну, по конвейеру передадим его команде grep, то есть чтобы он отсортировал нам вызов процедуры ls-l и показал только целые папки и файлы, в имени которых есть слово cron. И видим то, что помимо у нас того, что есть cron.tab, вот он cron.tab, файлик, видим то, что это файлик, вот у нас здесь прочерк, и есть у нас папка cron.d, директория, в которую мы тоже заходили сейчас и смотрели то, что в ней есть анакроновская конфигурация. Есть еще те самые папки cron.daily, cron.hourly, cron.monthly и cron.weekly. То, что мы видели в этом файле cron.tab. То есть это те папки, опять же мы видим в начале буквы d, директории, и в них содержатся те скрипты, которые будут выполняться по расписанию, указанному в нашем файле cron.tab. Давайте зайдем в какую-нибудь из этих папок, например, зайдем в папку cron.daily и посмотрим, что в ней есть. А в ней есть много чего, то есть это те задачи, которые будут выполняться у нас ежедневно, во сколько мы можем смотреть файли cron.tab. Давайте посмотрим какую-нибудь из этих задач. Например, мы видим, что это зеленые файлы, то есть это не совсем обычные файлы. Давайте глянем, например, apt. Сюда и apt. Видим то, что это некий скрипт, но при этом этот скрипт имеет совершенно другой синтезис. Неменький синтезис, он нас сейчас совершенно не интересует, но здесь нет того самого расписания. То есть у нас в папке daily, мы сейчас были. Давайте поднимемся выше на уровень и зайдем в папку, например, cron. Не знаю, что у нас там есть. Давайте wiki. Wiki. Посмотрим эту папку. Здесь другие какие-то скрипты. Давайте посмотрим fstream, например. Сюда и fstream. Опять же, некий скрипт, что-то он делает. Мы не знаем, что это за fstream, чем она занимается. Хотя вот здесь наверху написано подсказка, чем эта команда занимается раз в неделю. Так вот, вот эти вот папки, monthly, hourly, daily, они в себе содержат скрипты, но другого синтаксиса. Не тот синтаксис, что в файле cron.tab. То есть там нет этого формата. Минута, час, день, неделя, месяц, годы и так далее. То есть сюда просто мы можем в эти папки закидывать скрипты. И в зависимости от того, в какую мы папку бросим эти скрипты, эти скрипты будут помочь у нас или ежедневно, или ежечасно, или ежемесячно, или еженедельно. И там нам не нужно указывать вот этот вот формат стандартный cron.tab, который мы видели с вами на слайде и в самом файле cron.tab. Прошу прощения у вас, если я говорил немножечко сбивчиво. Мне прям, правда, как-то тяжело сегодня это дается. Но уже неделя почти прошла, не записывал урок. Подводим итог. У нас есть стандартный планировщик, который называется cron. У этого cron есть свой формат записи, время создания, время выполнения задачи. Есть общий файл конфигурации etc. cron.tab планировщика. И там у нас находятся задачи, которые должны выполняться по какому-то расписанию. И там именно у нас указано, во сколько выполняются те задачи, которые должны выполняться ежечасно, ежедневно, ежемесячно. И что там у нас, я забыл сказать, еще ежечасно, по-моему. Эти задачи у нас находятся, соответственно, в папках etc. cron.daily.weekly.monthly. Опять я что-то запускаю, забываю. .aulu. Те задачи, которые находятся у нас в этих папках, они имеют свой синтаксис, это обычные простые скрипты. И есть у нас еще папочка etc. cron.d. В ней тоже содержатся скрипты, которые выполняются по расписанию, но они имеют стандартный для крона вот этот вот синтаксис. Если у вас возникли вопросы, мне кажется, они должны возникнуть, вы мне их напишите в комментарии к видео, и я в следующем видео расскажу поподробнее те моменты, которые я рассказал с компом. В общем, спасибо, что смотрели. Ждите продолжения.